Итак, переходим к нашей вышивке, которую нужно сейчас вырезать и потом я покажу, как ее пришивать к ткани. То есть, либо бархат, либо глиттер, то есть, каким образом пришиваем. В вышивке, напомню, что мы специально сделали такие хвостики, чтобы можно было зайти и вырезать всю сетку полностью, чтобы не оставалась сетка внутри самого рисунка. Начинаем вырезать. Вырезаем аккуратно, чтобы не повредить. То есть, пол миллиметра оставляем примерно. Всю эту сеточку, которая останется, мы при пришивании как бы спрячем. Вдруг, если вы повредили вашу вышивку, то не волнуйтесь, соберите бусинки. И тогда, когда начнете пришивать, заполните уже на самом полотне вашу вышивку. То есть, хвостики, получается, остаются. То есть, немного их видно. В процессе пришивания мы их будем прятать. Но лучше оставить небольшой запас, чем лишнее состричь. Так как вышивка мягкая, ее будет тяжело вертикально расположить. Для этого сейчас мы снимем манекен. И будем располагать вышивку уже на столе. Потому что очень тяжело будет ее расположить. То есть, видите, она так у нас гуляет. Очень проблематично ее будет разложить на весу. Пробуем искать место, где будет вышивка смотреться хорошо. Какие места, зоны мы можем использовать. То есть, это может быть плечо наподобие брошки. Немножко даже можно вышивка, чтобы выходила за границу, за зону. Смотря какую композицию вы выполнили. Можно сделать вышивку, которую можно расположить как ремешок. Либо по контуру запаха как раз ее расположить. Но она хорошо бы смотрелась, если бы переходила и туда, и на обе стороны. И на эту, и на ту. Но это невозможно, потому что будет вышивка гулять. Поэтому можем саму композицию раздробить на два. То есть, цветок, допустим, расположить с этой стороны. Некоторые листки, оси. И пару фрагментов перенести на эту сторону. То есть, придется вышивку сейчас разрезать. Если что-то сыпанется, не страшно. Доработать можно уже будет по месту. Пока ограничители поставлю, чтобы не убежало. Все, вот эту веточку располагаем. То есть, на этой стороне платье. Можно прям в хвостик, который начал трепаться, иголочкой, булавкой и зайти. Чтобы закрепить, чтобы никуда не делось уже. То есть, это всего одно место прореза. Сетка на данный момент видна. Но когда мы будем обрабатывать ниточкой, мы все это уберем. Здесь, на этой стороне, у нас оказались бутончики и один стебелек. Здесь близко ведем к месту запаха, чтобы казалась неотрывным композиция. То есть, чтобы она смотрелась едино. Все. Можем раскрывать. Когда сняли, еще раз смотрим, чтобы легло ровно, никуда насильно не загнуто. То есть, переисправляем. Мы сначала сделали подклад. Но на самом деле, надо было сначала пришить вышивку, а потом делать подклад. Но я могу пришить и с подкладом, чтобы не было видно, то есть, это наизнанке. То есть, более аккуратными стежками, более потайными, это тоже возможно. То есть, если вдруг вы решили уже после того, как у вас нанесен подклад, сделать вышивку. Нитку делаем в одну, то есть, не в две, а в одну нитку. Узелок прячем под кружево, то есть, не с изнанки, не с лица, а под кружево. И пошли. Рассыпью, то есть, у нас иголка идет между слоями, то есть, она не выходит наизнанку. Теперь обмёточный стежок пошел. Мы как бы сеточку убираем, прячем и такой обмёточный стежок теперь делаем. Как бы затянули сетку вовнутрь. Теперь опять россыпь. Три миллиметра. Здесь, если сетка есть, то тоже ее подминаем обмёточной, то есть, немного с краев. Затягиваем сетку. Затягиваем сетку. То есть, где сетка, затягиваем сетку. То есть, это именно обмёточный стежок. Обмёточный стежок. Как же удобно пришивать? То есть, часто вижу, что девочки шьют на столе и пытаясь не в руках это делать, то есть, а в полотно лежит на столе. Но на самом деле, правильнее это делать в руках. То есть, руки нам в помощь. И ещё такой момент. На весу в сантиметрах 10 от стола. То есть, чтобы было всё тут свободно. Поэтому удобнее шить так. Возможно, на камеру я вам показываю на столе. Но сама я шью вот на весу. из-за этого у вас снижается скорость, если вы не совсем правильно ведёте. Рука должна направляться пальцы туда, куда направляется иголка. То есть, вы рукой двигаете, не само изделие крутите, а у вас пальцы работают только. даже порой локоть не ходит, а именно только пальцы. Куда иголка, туда и пальцы. То есть, вперёд-назад. Вот, сеточку подворачиваю и стежком прибиваю. Подворачиваю, прибиваю. на стебельках кажется это очень несложным, но просто не торопимся и убираем то есть, хвостик. Подныриваем под стебель и прижимаем. То есть, вот, смотрите, здесь уже не видно, что это была сетка. То есть, всё, всё убрано. так, давайте посмотрим, что у нас получилось. вот пришита сеточки не видно с изнанки тоже не видно что какие-то действия происходили то есть все закрыто а